30 лет отметили российские спасатели. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло и на базе Карачао-Черкесского поисково-спасательного отряда. Поздравить спасателей приехали представители республиканского правительства и парламента. Перед официальным собранием, посвященным 30-летию спасательной службы, личный состав и гости возложили цветы к мемориалу заслуженного спасателю России Вячеславу Дзираеву. Мадина Каракетова с подробностями. 30 лет назад в трудовых книжках у ряда смелых, отважных, любящих жизни и готовых рисковать ею ради жизни других людей появилась запись, принят спасателем в Карачао-Черкесскую республиканскую поисково-спасательную службу. И таки осталась единственная запись у большинства. Первым руководителем вновь созданной структуры был назначен Вячеслав Дзираев. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, собравшись, начали у мемориала этому уникальному человеку, установленного на территории базы Карачао-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, который, собственно, и носит имя первого руководителя. Человек очень яркий, очень самобытный, начитанный, волевой. Благодаря ему с первых дней был определен вектор развития службы. Первый заместитель председателя правительства Карачао-Черкесии Хазер Чекуев от имени главы республики и правительство поздравил спасателей с праздничной датой. Проделивая неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, вы мужественно выполняли свой служебный, гражданский и человеческий долг по спасению людей. Каждый, кто посвящает свою жизнь служению людям, достоин благодарности и уважения. На протяжении 30 лет спасатели нашей республики выполняют удачи по оказанию помощи людям на высоком профессиональном уровне. К мемориалу Вячеславу Дзираеву собравшиеся возложили цветы. Гостей и личный состав пригласили в актовый зал. Здесь вниманию собравшихся был представлен фильм о трудной и достойной профессии спасателя. Фильм перенес зрителей в самую гущу чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов, из эпицентра которых спасатели зачастую рискуя жизни выводили людей. Наводнение, сходы селя, лавин, пожары, авиакрушения и сотни других опасных случаев, о которых мы даже не слышали, но спасатели были в самой их гуще и спасали жизни и имущества. После начальник Карачево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов напомнил собравшимся немного истории, рассказал о достижениях. Карачево-Черкесская поисково-спасательная служба была образована 1 августа 1992 года и коллективу во главе с Вячеславом Дзираевым хватило ровно трех дней, чтобы эту службу организовать и довести до ума. За 30 лет спасателями были проведены 5981 спасательных и неотложных работ. Многие отмечены самыми высокими орденами и медалями, заслуженными званиями. Безусловное доказательство профессионализма спасателей Карачево-Черкесии сегодня уже было освящено. Это трехкратное чемпионство на соревнованиях спасателей. По итогам деятельности 2012 года отряд был признан лучшим в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям и награжден кубком за доблесть и высокий профессионализм при спасении людей. В 2014 году аналогичный кубок был получен из рук начальника Северокавказского регионального центра МЧС России. По итогам 2014 года спасатель международного класса Дмитрий Гераченко признан лучшим спасателем МЧС России. Еще один спасатель первого класса Геннадий Мишаткин в 2019 году признан лучшим водолазом системы. Поздравляю спасателей руководства МЧС России Покорачева-Черкесии, депутаты парламента, коллеги из других регионов. И, конечно же, особые слова благодарности были обращены к ветеранам службы. 17 из них были вручены медали ветеран поисково-спасательной службы. Неоценим ваш вклад в формирование положительного имиджа нашей республики, как туристического региона. Благодаря профессионализму спасателей, безопасность и помощь туристам обесвечивается на высочайшем уровне. Спасибо вам, дорогие спасатели, за вашу трудную, но такую важную и необходимую работу. За ваше мужество и готовность к самопожертвованию ради жизни и здоровья других людей. После всех присутствующих пригласили на ознакомительную экскурсию. Спасатели продемонстрировали гостям и ветеранам современные образцы техники, которая стоит на вооружении спасателей.